МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А пока к другим темам. Вслед за Ярославлем проверки подверглись и дворы Рыбинска. Сегодня во второй по величине город отправился целый десант ревизоров во главе с председателем правительства Александром Князьковым. Он лично решил проверить качество отремонтированных дорог города. И, к слову сказать, остался доволен увиденным. В Рыбинске к ремонту придворовых территорий подходят комплексно. Стоит это, конечно, дороже, зато и послужит такой ремонт в несколько раз дольше. В качестве отрицательного примера глава правительства привел областной центр. Временем с сентября в Ярославле вырастет плата за детские сады. Об этом сегодня сообщили представители мэрии на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике. Новость стала для депутатов неожиданной. Сейчас родителям, чьи дети посещают государственный детсад, приходится платить по 98 рублей в день. С начала осени эта цифра будет составлять 102,5 рубля. В департаменте образования пояснили, городские власти в течение года могут повысить родительскую плату лишь на 25%. В начале этого года повышение произошло на 20%, поэтому 5% еще осталось. Их-то и решили использовать сейчас. Десятки видеокамер, сотни фотоаппаратов и тысячи автографов. Накануне в арене 2000 состоялось единение. Прошла традиционная встреча хоккейной команды «Локомотив» со своими болельщиками. В этом году предсезонный праздник получил новый формат. Вместо привычной процедуры вручения игровых свитеров новичкам состоялась церемония честования серебряных и бронзовых призеров чемпионата 2013-2014. Игрокам, в том числе и новичкам-железнодорожников, вручили медали от Федерации хоккея России. Кроме того, губернатор области Сергей Ястребов наградил нападающего Сергея Плотникова Орденом Почета. Эту награду один из творцов победы сборной России на чемпионате мира в Минске должен был получать из рук президента страны. Однако из-за травмы хоккеист не смог присутствовать на приеме у главы государства в Кремле. В этот вечер в арену 2000 приехал и вице-президент ФХР Борис Майоров, напутствовавший команду на предстоящий сезон. После официальной части болельщики лицезрели открытую тренировку и мастер-шоу. А в завершении вечера уже в фойе дворца прошла автограф-сессия. Менее чем через час в нашем эфире программа «День в событиях». Ее ведущая Наталья Сидникова готова познакомить с основными темами выпуска. Наталья, здравствуйте. Основные темы уже прозвучали. Что будет дополнительно? Здравствуйте, Елена. Да, действительно, толги. Мы сегодня работаем максимально в полном объеме. Помимо трансляции и прямых включений камеры, в руки взяли даже корреспонденты дня в событиях. Что из всего этого получилось, увидим в 19 часов, а также смотрите в программе. Продолжение следует... Телефон редакции 744-614. Мы ждем от вас звонков и сообщений о ваших проблемах. Следите за новостями на Первом Ярославском. В студии для вас работала Елена Старкова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова